МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холодно на улице, да? На улице непогода? Тогда садимся рисовать. Яркие карандаши улучшат настроение и помогут скоротать время. Воображаем с малышом веселый поезд. Мама рисует паровоз, а девочки добавляют к нему вагоны. Давайте теплять. Пусть у каждого вагона будут окошки, а в них обязательно пассажиры. Может быть, в поезде едет вся ваша семья, а может, забавные поросята. Главное, чтобы всем было весело и светило солнце. Такая рисовальная игра хороша тем, что в нее можно играть даже несколько дней, придумывая разные истории и маршруты для пассажиров. А теперь создаем калаш. Наверняка дома отыщутся старые журналы, которые не жалко изрезать. Мама, вот так? Надо найти подходящие иллюстрации, вырезать и наклеить в альбом, а потом придумать сказку вместе. Вот взяли они вместе с Йогом и с морским котиком, поехали к нему привезти ему варенье. Новая забава – полоса препятствий. Рисуем карту и устраиваем свою тропинку к сокровищам. Начинаем отсюда, да, отсюда, потом идем сюда, 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 под стол, здесь на диване придем и здесь где-то клад. Стулья могут превратиться в пещеру, стол – в заколдованный замок, а диван – в труднодостижимую вершину, которую обязательно нужно преодолеть. При желании на каждом этапе можно добавить задания – спеть песенку или отгадать хитрую загадку. Чепуха тоже может стать любимой игрой малышей. Нужно взять лист бумаги и сложить его гармошкой. Нарисуйте на листе голову какого-либо существа – человека, животного или сказочного героя. Затем заверните лист так, чтобы рисунок был спрятан. Чуть видна только шея. Пусть теперь малыш дорисует туловище с руками и тоже завернет. Снова очередь мамы рисовать ноги, а девочкам достались ступни или лапы. Разворачиваем творение, рассматриваем и веселимся. Все новое – это хорошо забытое старое. Каждая мама помнит игру из детства «Горячо-холодно». Правила просты – Настя прячет игрушку, а Полина должна ее найти. Подсказывать можно словами «горячо», «тепло» и «холодно». Чем ближе Полина подходит к заветному месту, тем становится горячее. «Горячо, горячо». Скоротать полчасика можно, рассматривая альбом с фотографиями. Всех детей интересует вопрос «что было, когда меня еще не было?». Вот и расскажите об этом с помощью старых фотографий. Для Крохи самая интересная история – это история его семьи.